Один из самых известных спортивных клубов Новосибирска отметил юбилей. Уже 30 лет новосибирских парней и девушек обучают каратэ в клубе «Успех». За эти годы здесь воспитали победителей мировых первенств и международных турниров. День рождения в «Успехе» отпраздновали с размахом. Сегодня Николай сменил привычное кимоно на классический костюм. Сегодня юбилей спортивно-профессионального клуба «Успех», где он начал изучать каратэ. В клуб я попал в возрасте 5 лет, тренируюсь уже 12 лет. Юбилей – это, безусловно, для меня очень важное мероприятие, потому что клуб «Успех» – это как моя вторая семья. Сейчас Николай уже победитель России и призер престижных международных соревнований. Вместе с другими спортсменами готовится к Олимпийским играм и надеется попасть в сборную. Известные выпускники уверены, большие достижения в карьере и в жизни во многом определил клуб «Успех». Это моя жизнь. Я вырос, я, наверное, состоялся как человек, как личность. В первую очередь, благодаря моему учителю и тем людям, которые меня окружали. Моя команда, мои соратники, спортсмены, старшие. 30-летие клуба «Успех» отмечают в молодежном театре «Глобус». В этот день на сцене показательные выступления спортсменов. Познавать азы мастерства и философии знаменитого боевого искусства воспитанникам клуба более 20 лет помогает известный сенсей из Японии. В карате очень важно понимать и чувствовать окружающий мир, не так, как остальные люди. Видеть соперника и окружающие вас вещи невидимым зрением и слышать невидимым слухом. За 30 лет у клуба появилось много друзей по всему миру, поэтому от идеи праздновать юбилей в родном зале отказались. Вообще счастье это такое, это же мгновение. И я рад, что в эти моменты, минуты такого счастья для нашего клуба, для членов нашего клуба вы рядом с нами. Новый счастливый момент в клубе «Успех» ждут следующим летом. У воспитанника клуба или Игоря Навесова есть все шансы не только попасть в Олимпийскую сборную России, но и завоевать медали на играх в Токио. Михаил Якимов, Вероника Иванова, Олег Мощевитин. Новосибирские новости.